В секторе искусств Научной библиотеки Института культуры открылась новая выставка «Ватсон. Всех времен и народов», посвященная 80-летию со дня рождения российского актера Виталия Соломина. Вся театральная жизнь Соломина, как и его брата, была связана с малым театром. Его лучшие роли в спектаклях «Ревизор», «Горе от ума», «Живой труп». В кино успех к нему пришел в середине 60-х годов. Вместе с ролями в фильмах «Женщина и старшая сестра» молодой человек с сильным характером, крепкими убеждениями и собственным взглядом на мир. Таким показывал себя зрителем картинах 25-летней Виталии Соломы. Фильм Игоря Масленникова «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» принес огромную славу в мировом кино. Роль Ватсона для Виталия Соломина и роль Холмса для Василия Ливанова были бы главными киноролями всей жизни. Успех этого блестящего кино-дуэта во многом связан с тем, что актеры, проживающие рядом на съемочной площадке, семь лет подружились и дополняли друг друга в реальной жизни. Поэтому на экране зрители не только следили за детективной интригой, сколько наслаждались перипетями дружеских отношений Холмса и Ватсона. С творчеством Игоря Масленникова связана и вторая по популярности роль Виталия Соломина, которая ему принесла участие в фильме «Земь и вишни». Как и многие артисты, состоящие в эпоху ЗССР, в новых условиях Соломин стал значительно реже сниматься в кино, но продолжал регулярно выходить на сцену малого театра. На выставке представлены книги о жизни и творчестве актера и режиссера Виталия Михайловича Соломина.